Проверить качество дизельного топлива теперь станет проще, и сделать это сможет практически любой водитель. Анализатор солярки разрабатывают томские ученые. Всего полстакана горючего и 40 минут ожидания. Результат позволит не только наказать недобросовестных торговцев топливом, но и изрядно сэкономить. Почему прибор нужно успеть доделать к приходу зимы? Арина Таранюк расскажет. Леонид работает в автосервисе уже 11 лет. Каждую зиму, когда температура падает ниже 30 градусов, к ним на ремонт встают автомобили, в которых вместо зимнего дизельного топлива залили летние. Дизель густеет, образуются парафинные масла, которые забивают все каналы, и просто солярка не проходит по трубопроводам. Машина глохнет, не заводится. Топливный насос, высокое давление, начинает работать на сухую. Происходят задиры, теряется давление, пропадает тяга, попадается на дорогостоящий ремонт. Починка машины может стоить автолюбителю от 40 до 200 тысяч рублей. Такая небезопасная дозаправка происходит потому, что некоторые продавцы выдают летнее топливо за зимнее, добавляя в него керосин, который понижает температуру застывания. Чтобы определять такой фальсификат, томские ученые создают специальный прибор, для работы которого необходимо 80 миллилитров топлива и 40 минут для анализа качества нефтепродукта. Те, кто хранит на нефтебазах, там где, у него же там море этого дестоплива летнего, и что он его должен выбрасывать, а это большие деньги стоит. Ну, они добавили туда керосина и продают нормально, как зимняя. Вообще вопроса нет. И никто особенно тут не будет, потому что при очень низких температурах она все равно будет застывать нормально, потому что керосин добавили. Мы измеряем так называемую температуру помутнения, так? Вот температура помутнения, когда начинает мутиться там дестопливо, оно не зависит, сколько туда добавили керосину. Совершенно. После определения этой температуры, благодаря сформировавшейся базе данных, специальный прибор показывает, сколько керосина содержится в топливе. Запатентовать такую технологию ученые планируют уже к концу этого года. Они думают, одними из главных покупателей этого изобретения станут продавцы топлива. Потому, возможно, фальсификата его станет меньше. Арина Таранюк, Владимир Ощепков, Юрий Рылов. Новости РНТВ. Томск.